Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Мое Тридевятое Царство. И сегодня я хочу поговорить об огурцах. Конкретно о подкормке. Вот эти огурчики мы посадили уже в начале июля. Это уже, как говорится, вторая посадка огурчиков. Вот такие они стали у нас уже. И сейчас надо их будет подкормить. Не только вне корневую подкормку сделать, но и корневую. Вне корневую подкормку мы будем делать вот такая подкормка. Огурец подкормка вне корневая для огурцов. Что же она дает? Во-первых, подкормка богата микроэлементами и минералами. Это органическое вещество. Дает она непосредственно что? Оно повышает плодоношение, повышает устойчивость к болезням крепковым, которые сейчас очень хорошо развиваются, потому что теплая погода и влага. Чтобы сделать их более-менее неуязвимыми к этим болячкам, мы сделаем подкормку непосредственно вне корневую по листу. И корневую, вот у меня есть органическое минеральное удобрение, это подкорень. Вот такое минеральное удобрение, органическое минеральное удобрение. Специально здесь написано для огурцов, тыков, кабачков, патиссонов. Вот эти два удобрения, два вещества мы сейчас будем использовать для подкормки огурцов. Для вне корневой подкормки мы разведем вот этот порошочек на 2 литра воды. Да, хочу отметить, что обрабатывать надо до цветения. На 2 литра воды разведем и произведем непосредственно обработку по листу. Лето в этом году благоприятное для того, чтобы собрать два урожая огурцов. Теплая погода, прошел дождь. Ну и, конечно же, полив. Полив нужен обязательно на дождь, как говорится, на 10, но сам не плашай. А вот, чтобы действительно был урожай хороший, я уже, может быть, несколько повторяюсь, надо ухаживать непосредственно за рассадой. Мы привыкли, как огурец посадил, и ладно, что вырастет, то и вырастет. Но это заблуждение. Огурец, как и все овощные культуры, подвержен грибковым заболеваниям. И чтоб... Вот, пакетик, огурец, подконка, не корневая. Значит, 2 литра воды я уже налил в этот бочок. И теперь высыпаем непосредственно репарат. Он тоже такого черненького цвета. Вот так. Так, ну что, я все разбарил, что надо. Растворил, перемешал. И теперь идем непосредственно обрабатывать огурцы. Достаточно. Вот этот кустик, посмотрите, это уже я замульчировал сегодня. Вот, полил, удобрил и замульчировал. Сейчас я сделаю это с остальными кустиками. Сейчас. Все-таки жара стоит сильной. Вот, посмотрите, ожоги все-таки огурец получает. Надо все-таки будет прикрыть его белой тканью, дабы сохранить его в зеленом виде. А вот такую шпалеру я сделал. Шпалера такая чисто в деревенском стиле сделана. Она была еще 4 года назад. Но служит верой и правдой. Я ее даже не красил, ничего не делал. Просто тополь и осина. Вот таким образом связал проволочкой. Перекину вот это своеобразное такое коромысло. И сейчас вот проволоку я протянул. Сейчас пойдут усики от огурцов. Они будут цепляться за эту проволочку. И с того места, уже буду наблюдать, где будут появляться новые усики, там буду прикреплять следующий ряд проволоки. С того места, где буду наблюдать новый усик. Здесь вот посмотрите, он уже зацепился. Смотрите, вот видите. И дальше пойдет еще вот усик. Посмотрим, куда он будет идти. И с того места буду уже делать новую шпалерку. Ну вот, пока все. Сейчас я проведу подкорневую подкормку. Сначала пролью, потом посыплю. А хотя я просто-напросто сейчас, чтобы не быть голословным, просто это все покажу. Сейчас я буду проводить подкорневую подкормку. Сначала пролью вот таким образом на листья, чтобы вода не попадала. Окурец этого не любит. Так, ну здесь уже было, но я еще пролью. Вот водичка впиталась. Посыплю удобрения. Вот таким образом. Завтра, когда все это подсохнет уже, будут, если будет опять жаркая погода, будут образовываться трещинки. Трещинки надо будет убрать тяпочкой, чтобы не уходила влага. Так, вот я посыпал удобрения. Сейчас вновь пролью. Вот таким образом. Водичка впитается сейчас. И все это хозяйство замульчирую, чтобы сохранить влагу. На этом я хочу закончить. Подписывайтесь на наш канал. Будем показывать все то, что мы делаем в нашем участке. Пока. Всем здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok